Продолжаю свою экскурсию на Украине, в Киеве. Сейчас нахожусь в Государственном авиационном музее имени Антонова, недалеко от аэропорта Жульяна. Лично говорят, поражен многообразием экспонатов, множество всевозможных самолетов. Позади меня авиация, дальняя авиация, стратегические бомбардировщики. Здесь же открыл для себя, что есть также вертолеты, которые садятся на воду. Есть несколько экспонатов, связанные с морской авиацией. Вот один, B-серия самолетов, второй. Что могу сказать? Аккуратно, просторно, уютно, тихо, спокойно. Изредка этот гул птиц, который за забором звучит, хищников, чтобы отпугивать других птиц в аэропорту, развеивает звук взлетающих и садящих самолетов. Ну и что тем самым, как бы, развлекает детей и публику, которые редко летают на самолете. Приятный такой вид, когда взлетают, садятся самолеты, и ты находишься в музее авиации, где всевозможные представлены экспонаты исторические. И вот, кстати говоря, позади меня отвлетает самолет, взаер, восточная маршрутка, полетела. Достаточно часто взлетают и садятся деревянные самолеты. Билет на данное мероприятие очень демократичный, около 100 гривен. Если хочешь посетить все открытые экспонаты и экспозиции. Почему экспозиции? Есть экспозиция от двигателей, авиационных двигателей, тоже занимающая такая интересная экспозиция, где можно рассмотреть в деталях каждый тип двигателя с того или иного самолета. Ну и, если просто хочешь провести время погулять, никуда не заходить, как по парку, то, если не ошибаюсь, 60 гривен стоит тоже очень демократичная цена. Чистенько, аккуратно и уютно. Нет такой суеты, как на многих других авиационных музеях, например, в Тулузе, где уйма туристов, и все немного суетятся, толкаются. Здесь, в свою очередь, много места, просторно. Позади меня самые большие в мире вертолеты серии Ми. Один, второй и экспозиция вертолетов. В целом, где-то около 100 экспонатов, авиационных экспонатов. Несколько из них даже уникальные. Многие из них можно подняться на борт, посмотреть, что там внутри. В частности, вот, сейчас буду заходить внутрь вертолета. Ну, он как бы декорирован в символы радиационной защиты. Это связано с Чернобылем. Налека все знают, что такое была авария на Чернобыльской АЭС. Ну и, соответственно, сделали внешний вид под эту тематику. Можно подняться. Я надеюсь, он никакой радиации не излучает. И это всего лишь экспонат, который украшен в данную тематику. Ну и, конечно же, кроме самолетов, есть уйма других экспонатов. Большая часть, конечно, самолеты. Обязательно, если вы в Киеве будете, заезжайте сюда и посетите как минимум полдня. То есть где-то три дня, не спеша, три часа, не спеша, можно получить удовольствие от истории авиации Советского Союза. И не только. Есть экспонаты также несколько зарубежных. Все достаточно в хорошем состоянии, ухоженное. И выглядят более-менее приличным. Конечно, если сравнивать с авиационным музеем в Тулузе, В Тулузе он более масштабный, этот музей в Киеве, чем в Тулузе. Но в Тулузе зато он компактный и более технологичный. Так можно сказать. Ну и, конечно, если сравнивать с Ирисским авиационным музеем, Ирисский еще далеко до таких масштабов, как этот. Но, я думаю, при поддержке каких-нибудь меценатов, государства, все достижимо. В Риге, конечно, не хватает ухоженности и приведения порядок всех экспонатов. Ладно, до новых встреч. Обязательно посетите этот музей. И вы сможете прикоснуться к истории авиации многих самолетов, К многим самолетам, которые когда-то бороздили воздушные просторы великой державы СССР. До новых встреч.